Кто хозяин многоквартирного дома? В своём выступлении на форуме «Управдом» глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий подчеркнул, что многие вопросы ЖКХ можно успешно решать только в тесном взаимодействии с горожанами. «Установить вот такую какую-то связь между управляющими компаниями, Советом многоквартирных домов и хозяева на этой территории, в доме и вокруг дома, этой детской и спортивной площадки, и газоны, и парковка хозяева жителей». После Владимир Ружицкий ответил на многочисленные вопросы горожан по проблемам парковок на территориях около домов, благоустройства и состоянии дорог, точечной застройки. Руководитель администрации города Александр Алёшин начитался в проведении в прошлом году планового ремонта лифтового хозяйства, который был полностью выполнен. Общественник и специалист в сфере ЖКХ Юлия Белихова затронула тему несчастных случаев. Оказывается, на безопасность лифта может влиять размещение в нём рекламных стендов. Их монтаж нередко нарушает конструкцию кабины и создаёт дополнительный вес. «Что в принципе незаконно. У нас суды есть, которые выиграны. И есть вопрос, кто-то из этого получает деньги, правильно, за размещение. Потому что, чтобы туда бумажечку повесить, под это стекло, это стоит денег. Как правило, там с района за месяц 15 тысяч рублей, чтобы вашу рекламу разместили. Это средний ценник. Я не знаю, какой там в вашем доме, какая цена вопроса. Поэтому здесь действительно это нарушение. Если нет протокола собрания собственников, это нарушение». В муниципальном форуме «Управдом» участвовали представители различных компаний, которые занимаются подъёмным оборудованием. Как заверили специалисты, опасных для эксплуатации лифтов в Люберецком районе сейчас нет. Среди других вопросов повестки дня – презентация проектов победителей премии губернатора Андрея Воробьёва «Наши Подмосковья». О победе жителей своего дома в номинации «Облик Подмосковья» рассказал Алексей Щедров, руководитель ассоциации председателей советов на квартирных домах Люберецкого района. «Я стремился к тому, что у меня двое детей. Мне очень хотелось, чтобы они жили в чистом, благоустроенном доме, и они видели, что можно жить в красивом доме. Это закладывается с детства, наверное. Если ребёнок жил, видел, как родитель старался, помогал, участвовал в общественной работе, у него это по жизни тоже будет происходить, и он к этому придёт рано или поздно». По итогам второго муниципального форума «Управдом» в Люберцах будет создана рабочая группа по вопросу организации парковочного пространства. По словам Владимира Ружицкого, по каждому дому сделают проект парковочных карманов, согласованный с жильцами. Эта работа должна завершиться в течение двух недель. Была затронутая тема платных парковок. Они будут оборудованы на основных магистралях в течение года. Вадим Акентев, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.